Глава 66. Освобождение Паундраки и Кашираджи История царя Паундраки достойна особого внимания, поскольку из нее явствует, что глупцы и негодяи, мнящие себя Богом, были всегда. И даже во времена, когда сам Господь Кришна являл на земле Свои игры, нашелся один такой глупец. Звали его Паундрака, и он возжелал провозгласить себя Богом. Пока Господь Баларама гостил во Вриндавани, глупый и самодовольный Паундрака, царь провинции Каруша, отправил гонца к Господу Кришне. Кришну почитают как верховную личность Бога, но царь Паундрака бросил ему вызов, заявив через своего посланца, что его, Паундраку, а не Кришну, следует почитать Васу Девы. В наши дни есть немало глупцов, которые верят таким негодяям и следуют за ними. И во времена Паундраки много глупых людей признавали его верховной личностью Бога. Паундрака не сознавал своего реального положения и потому возомнил себя Господом Васу Девы. Его гонец объявил Кришне, что царь Паундрака — это верховный Господь, который по своей беспричинной милости не шел на землю, чтобы принести избавление всем страждущим. Подстрекаемый множеством других глупцов. Негодяй Паундрака решил, что он и вправду Васу Дева — верховная личность Бога. Так может думать лишь неразумный ребенок. Так, порой дети, играя, выбирают кого-нибудь царем, и тот, кого они выбрали, думает, что он действительно стал царем. Точно так же многочисленные глупцы в невежестве своем провозглашают другого глупца Богом, а этот негодяй действительно начинает мнить себя Богом, как будто Бога можно назначить, как в детской игре, или избрать голосование. Внушив себе, что он верховный Господь, Паундрака послал гонца в Двараку, чтобы бросить вызов Кришне. Прибыв в Двараку, гонец явился во дворец собраний и передал Кришне послание своего господина Паундраки. Послание гласило Я, Единый Верховный Господь, вас убила, и мне нет равных. По своей безграничной, неизъяснимой милости, я не шел на землю, как царь Паундрака. Я живу состраданием к несчастным, обусловленным душам, а ты, Кришна-самозванец, который без всякого на то права вступает в роли Васудыя. Прекрати внушение, что ты Бог, и откажись от своих предизаний. Но потомок династии Яду откажись также от всех символов Васудыя, которые ты незаконно используешь, и затем приди ко мне и покорись. Если же ты в своей неслыханной дерзости решишь пренебречь моими повелениями, то я вызываю тебя на бой, и пусть этот поединок нас рассудит. Когда царю Грассена и другие члены царского собрания услышали послание Паундраки, они разразились громким смехом и долго не могли успокоиться. Кришна позволил присутствующим волю посмеяться, а затем сказал — О, гонец Паундраки, передай своему господину мой ответ. — Паундрака, ты глупец и негодяй. Я во всеуслышание объявляю тебя проходимцем и даже не подумаю подчиняться твоим приказам. Я никому не отдам символов Васудыя, особенно моего диска. Этим диском я воспользуюсь, чтобы убить не только тебя, но и всех твоих приспешников. Я уничтожу и тебя, и глупцов, которые следуют за тобой, толпу обманщиков и обманутых. Скоро, глупый царь, ты не будешь знать, куда спрятать лицо от позора. А когда мой диск снесет твою голову с плеч, к ней слетятся хищные птицы, грифы, ястребы и орлы. Тогда, вместо того, чтобы стать моим прибежищем, как ты самонадеянно заявил, ты будешь отдан на милость питающихся падалью птиц. Твое тело бросят собакам, и они на славу попируют. Гонец передал ответ Кришны своему господину Паундраке, который терпеливо выслушал все оскорбления в свой адрес. А господь Шри Кришна без промедления зашел на колесницу и отправился наказать царя Каруши, самозванца Паундраку. В то время Паундрак огостил своего друга, царя Каши, и потому Кришна со своим войском окружил столицу царства Каши. Царь Паундрака был великим воином. Услышав о том, что Кришна напал на город, он вышел ему навстречу с войском из двух Акшаухини, а царь Каши выступил против Кришны с тремя Акшаухини воинов. Когда два царя предстали перед Кришной на поле боя, Кришна впервые встретился с Паундракой лицом к лицу. Кришна увидел, что Паундрака держит в руках символы вишну, раковину, диск, лотос и булаву. Он нес фальшивый лук-шаринга, а на его груди красовался поддельный знак шреватца. Его шею украшал фальшивый бриллиант Каустубха, и гирлянда на его груди была точной копией гирлянды и господа Васудевы. На нем были одежды из желтого шелка, а флаг с изображением Гаруды, развивавшейся над его колесницей, в точности повторял флаг Кришны. На голове у него был шлем, усыпанный драгоценными камнями, а в ушах — сверкающие серьги в форме меч-рыбы. Но все его одеяния и убранства были бутафорскими. Каждому было ясно, что Паундрака, словно актер, нарядившийся в театральный костюм, играет роль Васудевы. Увидев Паундраку, подражающего его осанке и одеянию, господь Шри Кришна не мог сдержаться и от всего сердца рассмеялся. Воины Паундраки оброшили на Кришну нескончаемый поток трезубцев, палец, секир, копий, мечей, кинжалов и стрел, но он отражал все удары врагов. Кришна в дребезги разбивал летевшие в него снаряды и беспощадно уничтожал войска Паундраки и Кашираджи, подобно тому, как огонь, бушующий во время разрушения Вселенной, сжигает все дотла. Своим оружием Кришна сметал вражеских слонов, лошадей, колесницей, пеших ратников. Поле битвы было усеяно разбитыми колесницами, телами людей и животных, лошадей, слонов, мулов, верблюдов, и напоминало место, где Господь Шива танцует свой грозный танец, когда наступает конец света. Это лишь разжигало боевой пыл в войнах Господа Кришны, и они сражались еще яростнее. Наконец, Господь Кришна сказал Паундраке, «Паундрака, ты требовал, чтобы я отдал тебе символы Господа Вишну, в частности, мой диск. Сейчас ты получишь его. Но берегись, ты самонадеянно объявил себя Васу Девой и стал подражать мне, поэтому на свете нет никого глупее тебя». Слова Кришны подтверждают, что любой негодяй, объявляющий себя Богом, глупейший из людей. Кришна продолжал, «А теперь, Паундрака, я заставлю тебя сбросить эту личину. Ты хотел, чтобы я покорился тебе. Так не упусти же случая. Мы будем сражаться, и если ты одолеешь меня, я непременно отдам себя на твою милость». После этого сурового выговора Кришна выпустил стрелу и разнес колесницу Паундраки. Своим диском он отсек Паундраки голову, подобно тому, как Индра отсекает горные пики, ударяя в них молнией. А затем острыми стрелами Кришна убил и царя Каши. Подобно тому, как ураганный ветер переносит с места на место лепесток лотоса, Господь Кришна забросил голову царя Каши в его столицу, чтобы ее увидели члены семьи и другие родственники Кашираджи. Сразив Паундраку и его друга Кашираджу на поле боя, Кришна возвратился в свою столицу Двараку. Когда Господь Кришна входил в Двараку, ситхи с райских планет пели ему хвалу, что до Паундраки, то, наряжаясь в одежды Господа Васудевы и подражая ему, он по-своему все время думал о Вишну. Поэтому он получил один из пяти видов освобождения — сарупья-мукти и вознесся на планеты Вайкундхи, где живут преданные, которые имеют такой же облик, как Вишну, держащий в своих четырех руках четыре символа. По сути, мысли Паундраки были сосредоточены на Вишну, однако, возомнив себя Господом Вишну, он совершил святотатство, но, приняв смерть от руки Кришны, Паундрака избавился от последствий нанесенного им оскорбления, поэтому ему было даровано освобождение сарупья и такой же облик, как у Господа. После того, как голова царя Каши перелетела через городские ворота, вокруг нее собрались люди и с изумлением взирали на столь необычный предмет. Разглядев на нем серьги, они поняли, что это чья-то голова. Горожане терялись в догадках, не зная, кому она могла принадлежать. Некоторые решили, что это голова Кришны и врага Каши Раджи. Они рассудили, что царь Каши должно быть забросил голову Кришны в город, чтобы все порадовались тому, что их правитель уничтожил врага. Наконец они поняли, что это голова не Кришны, а самого Каши Раджи. Когда их предположение подтвердилось, жены царя Каши тут же приблизились к голове мужа и принялись оплакивать его смерть. «О, господин!» причитали они, «С твоей смертью мы и сами стали как мертвы!» У царя Каши был сын по имени Судакшина. Исполнив погребальный обряд, он поклялся, что убьет Кришну, который был врагом его отца, и таким образом заплатит сыновний долг. Призвав ученых и многоопытных жрецов, он стал поклоняться Махадеве, господу Шиве. Господа Шиву, известного также под именем Вишванатха, считают покровителем царства Каши. Храм господа Вишванатхи до сих пор существует в Аранасе, и туда по-прежнему каждый день стекаются тысячи паломников. Довольный усердием Судакшины, Господь Шива пожелал даровать своему преданному благословение. Поскольку Судакшина хотел убить Кришну, он попросил Господа Шиву дать ему средство, которое позволит сделать это. Господь Шива посоветовал Судакшине призвать брахманов и за их помощью провести ритуал, позволяющий убить врага. Этот обряд упоминается также в некоторых тантрах. Господь Шива сообщил Судакшине, что этот ритуал связан с черной магией, и если его провести должным образом, то явится злой дух по имени Дакшин Агни и исполнит любое отданное ему приказание. Он может убить кого угодно, кроме истинного брахмана. Если все эти условия будут соблюдены, Дакшин Агни, сопровождаемый привидениями, спутниками Господа Шивы, исполнит желание Судакшины и убьет его врага. Водушевленный словами Господа Шивы, Судакшина уже не сомневался в том, что сможет убить Кришну. Строго следуя обетам, он под руководством жрецов стал произносить магические мантры. Когда он закончил, из жертвенного костра вышел ужасающий демон с красными, как раскаленная медь, волосами на макушке головы, бородой и усами. Этот демон был огромен и свиреп. Появившись из огня, он сыпал вокруг искрами, которые вылетали из его глаз. Облик его казался еще более грозным из-за нахмуренных, грозно вздымающихся бровей. Скаля, острые зубы, демон высовывал свой длинный язык и облизывал им верхнюю и нижнюю губу. Он был совершенно нагим. В руке он сжимал острый трезубец, сияющий словно пламя. Так явился он из жертвенного огня и стоял, грозно потрясая трезубцем. Подстрекаемый судакшиной, демон в сопровождении целой свиты духов, направился к двароке. Казалось, он готов был испепелить все мироздание. Своей могучей поступью он сотрясал земную твердь. Когда демон вошел в двароку, ее жители охватила паника, и они стали разбегаться, словно застигнутые пожаром лесные звери. Кришна играл в шахматы в зале собраний царского дворца, когда туда прибежали испуганные горожане. «О, владыка трех миров!» воскликнули они. «Огромный огненный демон собирается сжечь наш город! Спаси нас!» Так жители двароки взывали к Господу Кришне, ища защиты от огненного демона, который явился в двароку и грозил уничтожить весь город. Господь Кришна всегда защищает своих преданных. Увидев, что горожане сильно напуганы появлением огромного огненного демона, он улыбнулся и успокоил их. «Не бойтесь, я не оставлю вас в беде!» Верховный Господь, Кришна, вездесущ, Он пребывает и в сердцах всех существ, и в неих, в своей вселенской форме. Кришна понял, что огненный демон творения Господа Шивы. Чтобы уничтожить Дакшинагни, Он призвал Сударшина Чакру и приказал ему расправиться с демоном. Сударшина Чакра предстал перед демоном, сияя, словно миллионы солнц, и излучая жар, подобный жару огня, который бушует во время разрушения Вселенной. Своим сиянием Сударшина Чакра озарял все мироздание и землю, и космические просторы. Излучение Сударшиной Чакры оружие Господа Кришны остановило огненного демона, созданного Господом Шивой. Дакшинагни повернул обратно, не сумев разрушить Двараку. Огненный демон, которому не удалось сжечь Двараку, отправился назад в Варанаси, царство Кашираджи. Возвратившись, он своим пламенем сжег до тла всех жрецов, руководивших Сударшиной, когда он повторял магические мантры и его самого. По законам черной магии, изложенным в тантрах, если мантра оказывается не способна убить того, против кого она была направлена, она убивает того, кто ее произнес, поскольку она обязательно должна кого-нибудь убить. Сударшина устроил это жертвоприношение, а жрецы помогали ему, поэтому все они были обращены в пепел. Таков удел демонов. Они создают оружие, чтобы убить Бога, но это оружие приносит смерть им самим. Преследуя огненного демона, Сударшина Чакра тоже явился в Варанаси. В течение многих лет этот город был процветающим и богатым. Даже сейчас Варанаси богат и очень знаменит. Это один из самых известных городов Индии. В то время в городе было много великолепных дворцов и домов собраний, просторных рыночных площадей и высоких ворот. Перед дворцами и воротами стояли величественные статуи. На каждом перекрестке возвышались трибуны для ораторов. В городе были здания, где хранилась казна, амбары, конюшни, загоны для слонов, навесы для колесниц, а также места для раздачи пищи. Многие годы Варанаси славился всеми этими богатствами, но поскольку царь Каши и его сын Судакшина выступили против Господа Кришны, Вишну Чакра Сударшана, оружие Господа Кришны, имеющее форму диска, опустошил весь город и сжег все его самые важные постройки. Этот налет был более разрушительным, чем современная бомбардировка. Исполнив свой долг, Сударшина Чакра возвратился в Двараку к своему повелителю Шри Кришне. История о том, как Сударшина Чакра, боевой диск Кришны разрушил город Варанаси, трансцендентна и приносит благо любому, кто с верой и пониманием слушает или пересказывает ее. Такой человек освободится от всех последствий своих грехов. Это заверение дал Шукадывагасвами, рассказавший эту историю Махараджи Парикшиту. Так в книге Бхаквиданты Кришна «Верховная Личность Бога» заканчивается глава 66 освобождение Паундраки и Кашираджи.